Главного героя показа Стаса Лопаткина видно издалека. Ход кекс вышит на сумках, футболках, брюках. И кажется, ловко превращается из домашнего питомца в многорухого шиву. На коллекцию Саиб модельера Стаса Лопаткина вдохновила Северная Индия и костюмы Махараджи. Мужские кафтаны и шаровары с элементами военной индийской формы. Асимметричные женские сарафаны и платья напоминают сари. Стразы и драгоценные камни сочетаются с вышитыми царско-серскими пионами. Драгоценные камни, в данном случае изумруды, выполненные на джинсовой куртке, такой вот объемной вышивкой. И настоящие жемчужины, и золотые цепи, золото. Естественно, это первое, что ассоциируется с Индией. Традиционные рисунки индийские, где-то наивные, где-то не понимая, что это за цветок. Иногда этот цветок был настолько декоративным, что не имело значения, какой этот цветок. Ассоциации в этом году посвящены путешествию великого князя Николая Александровича на восток. Он открывал строительство Транссибирской магистрали во Владивостоке, но добирался туда морским путем через Египет, Индию, Китай, Японию. Сейчас действительно наша страна поворачивается лицом к востоку. Может быть, эти коллекции увидят. Так всегда было, что Европа открывала для себя восточные страны одну за другой. Японию, Китай. Потом это становилось взрывом и тенденцией. На зеркальных прудах слышны пароходные гудки и заметен дым из корабельных труб. Девушки с веслами на сапах открывают показ коллекции дебютанта проекта Екатерины Матлиной. Это ее размышления о морском путешествии цесаревича в Сиам. Тема военно-морского флота Российской империи стала ключевой, поэтому на подиуме представлены строгие костюмы синего цвета, платья в полоску. Образы дополняют адмиральские двууголки и шляпы, белые перчатки. А этот корсет с изображением сиамского кота – посвящение балерине Матильде Кшесинской. Но главный символ коллекции – это, конечно, белый слон. Моя коллекция называется «Сиамские метаморфозы». И вот этот слон – это воплощение слова «метаморфоза». Это не просто сумочка, она вот сумочка-шкатулка, а это его, да, маленькие слонята. Вот, так что такой вот слоник у нас сиамский. На фоне жука Скоробея на ступенях Камероновой галереи мини-спектакль по египетским мотивам. Обычно верная черному цвету Лилия Киселенко создала белую мужскую коллекцию. Хотелось сделать такую, знаете, коллекцию мечту о путешествии, о каких-то неизведанных странах, о каких-то экзотических танцах, о каких-то сокровищах. И вот как бы могли выглядеть мужчины, которые отправляются вот в это путешествие. Поэтому вот белый цвет, конечно, как цвет тропиков, цвет жаркого солнца. Во Фрейлинском садике замечены буддистские монахи и китайские аристократки. Платья нежно-пастельных тонов украшают волшебные рыбы, ирисы и ласточки. Герои коллекции Татьяны Парфеновой безмятежные. Я говорю о том, что нужно вырастить сад в себе, нужно постараться трудиться, следовать такой глобальной идее мира, и что праздность и излишество приводят к перевороту. Из своего путешествия будущий император привез значительную коллекцию декоративных предметов. Восточный стиль стал популярным в России. Участники проекта ассоциации каждый год создают коллекции, следуя веяниям времени. В этом году курс на Восток.